Я еще раз повторю, всем добрый вечер, дорогие друзья, с вами Григорий Мирошенченко, город Челябин, группа компании Skyway, и сегодня был непростой день, весьма непростой день, поэтому, пожалуйста, ребята, поставьте, как меня слышно, как меня видно, ставьте, пожалуйста, по 10-бальной системе. Ангелина, добрый вечер, Анатолий, привет, Новикова Танюша, привет, умничка, Таисия, ребята, всех-всех-всех, кого знаю, с кем знаком лично, с кем общаюсь, кто-то в моей структуре, кто-то не в моей структуре, но в любом случае всех-всех-всех абсолютно приветствую, особенно москвичей, так как у вас очень скоро, уже фактически через полтора месяца будет огромный сбор, будет в Москве, дорогие друзья, следите за информацией, Skyway Capital, особенно Skyway Capital, почему, потому что, ну, как бы в основном мы там работаем, вот, но где бы вы ни находились, я информацию даю и работаю со всеми структурами, почему, потому что, ну, это правильно, наверное, никого разделять не надо, но в любом случае, 9-го, по-моему, 10-го декабря будет большое событие в Москве, как международная конференция проводится у нас по Европе, но, как говорится, за державу обидно, я думаю, что в Москве будет самая такая грандиозная встреча, где будут присутствовать все первые лица, где мы пообщаемся, где мы получим заряд энергии, бодрости и, самое главное, понимание того, что мы находимся не просто на правильном пути, а мы занимаемся тем, что нам нравится, то, что мы хотим сделать, то, что мы хотим создать, поэтому следите, пожалуйста, за новостями, в ближайшие дни это будет объявлено. Сегодня у нас состоялось сбор, то есть у нас еженедельно проходит заседание оригинальных лидеров, где мы получаем оперативную информацию, руководство к действию, скажем так, на что необходимо обратить внимание, и, дорогие друзья, вот исходя из этих новостей, я хочу обратить внимание прежде всего ваше на то, что прежде всего, я подчеркиваю, прежде всего я хочу обратить внимание на маркетинг. Я ни разу, по-моему, не говорил о маркетинге толком, на маркетинг прошу обращать внимание, но по маркетингу я отдельно проведу вебинар на следующую встречу и специально сделаю разбор. Очень много информации по маркетингу, но в моем понимании, я думаю, что стоит его послушать, стоит его послушать, а может быть, кому-то и не стоит. По одной простой причине, я маркетолог, у меня, собственно, две компании, и плюс к этому, ну, те чеки, которые зарабатывали в предыдущих компаниях, они, ну, желают быть, скажем так, пожелание, чтобы многие люди, многие, все не могут зарабатывать, но зарабатывали такие же чеки. Так вот, маркетинг у нас действительно, ребята, я скажу таким, может, не совсем порядочным словом, офигенный, офигенный просто маркетинг у нас, просто офигенный. И просьба на следующий вебинар в пятницу, приходите, мы с вами все это разберем, рассмотрим и приглашайте новичков. Я сделаю анализ, не то, что буду противопоставлять что-то, просто сделаю анализ маркетинговых, бинарных планов, матричных, потому что в этих маркетингах я не просто собаку, я, наверное, слона, кошку, там, тигра, льва и все остальное все съел, и все это понимаю. Я вам кое-что покажу. Далее, внимание, вот будьте внимательны, сегодня на Челябинске, вы знаете, многие знают, что у нас состоялась встреча, городская, областная встреча с Алексеем Суходовым. И мы получили здесь инсайдерскую информацию по поводу разработок технологий блокчейн, внедрению технологий блокчейн в нашу технологию совместно, криптовалют, токенов и так далее, и так далее. Вот по поводу этой информации, что вы узнаете, сегодня я вам ничего особо не буду говорить, но у нас есть шанс, только один шанс, шанс это один, один. В любом случае, что бы там ни было, ребята, во-первых, не устраивайте ажиотаж, в том плане, что срочно добавьте меня в чаты криптовалют, которых уже, сейчас пятый чат наполняется. Да, это надо, но не торопитесь туда, если вы сами, вот лично вы сами, пока не понимаете, что это такое, не разбираясь в этом деле, но просто вы можете подождать. В хорошем смысле слова подождать, хотя не значит ждать, вникайте сами, пока вы сами чего-то не сделаете, вот за вас никто это не сделает. Ну это, как мне в свое время еще, сколько лет назад, почти 30 лет тому назад, Раух Валеев учил в Гербалаев, когда я еще начинал работать в Гербалаев, еще в Израиле он был. Он говорит, если хочешь научиться проводить потрясающие презентации, начни их проводить, начни проводить отвратительные презентации, нехорошие презентации, начни проводить их. И постепенно, постепенно, постепенно ты выйдешь на профессиональный уровень. И это так и есть. То же самое, чтобы разбираться в технологиях блокчейн, в технологиях токенов, в технологиях криптовалют. Но, ребята, это надо просто самому начинать, просто напишите там в адресной строке, что такое технология блокчейн. Ага, получите информацию. У нас очень много информации по чатам, по всем чатам сбрасывают. Смотрите, читайте потихоньку, а вот забивать чаты и там писать типа того, что объясните мне, что там, как у нас будут акции, либо мы будем токены, акции можем продавать, покупать токены, что-то еще. Ребята, сейчас ведется серьезнейшая работа. Сегодня кто был, ребята, у нас в Челябинске, помните, да? Помните по поводу того, что как это будет? В основном, Алексей отвечал, будет после того, как они сейчас откроют официальную, именно официальную платформу, официальная платформа по этой технологии, совмещенную со Skyway. Где будет открыта, однозначно открывают ее в Швейцарии. То есть это даже не от того, что это плохо или хорошо, но это, как говорят, престижно. Это дает определенное понимание, насколько это серьезно. А у нас серьезно все абсолютно. Так вот, это все будет открываться в Швейцарии. И Алексей в ближайшие недели, я не скажу, когда, но к концу месяца ближе, они вылетают сначала в Минск, они летят, после этого летят уже в Швейцарию для того, чтобы все это подготавливать. В то же время, в то же время, дорогие друзья, я еще раз вам напомню, по воскресеньям приходите на уроки финансовой грамотности Виктора Тарасова Магасумова и Гузель, а по одной простой причине следите за информацией, хотя я рассылки эти делаю. Когда Виктор Тарасов, это действительно, ну, он действительно, он говорит, я по финансам знаю все. И если этот человек сейчас серьезнейшим образом вникает в эти технологии, блокчейн, криптовалюты, токенов и так далее, то будет проведено два, возможно, три вебинара, где прям, вот знаете, досконально, простым человеческим языком будет все это показано и рассказано. В дальнейшем это сформируется совместно с командой группы компании Skyway, формируется в такой хороший простой материал. Условно говоря, я не знаю, как работает телевизор, нажал кнопку, он работает, нажал кнопку, звук добавил, звук убавил и так далее. Сегодня много говорили, Алексей много говорил по защите наших будущих кошельков. То есть это тоже важно понимать, оценивать риски и так далее, и так далее. Но задача номер один, просто задумайте, сейчас я вам просто озвучу, знаете, я вам озвучиваю такие собственные цифры, собственные фантазии, собственные фантазии в хорошем смысле слова, что вам будет предложено, условно говоря, я повторяю, условно говоря, вам будет предложено за один токен, который может очень быстро капитализироваться, даже быстрее, чем акции группы компании Skyway, вы должны будете отдать 100 акций группы компании Skyway. То есть за один токен 100 акций. При этом капитализация может быть намного быстрее, очень крутая может быть капитализация, но вопрос в том, что, а сколько у вас акций? Я к чему это подвожу, к тому, что загоняться не надо, но понимание, что сейчас самое основное, нам без Анатолия Владимировича Ницкого, без технологии Skyway ничего этого не будет. Это будет очередная какая-то, я не знаю, пирамидка, блокчейн-пирамидка, там криптовалютная пирамидка и так далее, так далее, типа Ванкоин там и много, полной. Их 6100, 6100 криптовалют существует в интернет на сегодняшний день. И они одни исчезают, другие тут же появляются. Просто обратите на это внимание, неплохо, нехорошо, но понимайте, в чем вы участвуете. Если вы в чем-то участвуете постоянно, это тоже неосуждение, тоже нормально, это ваш выбор. Ваша может быть стратегия зарабатывания денег, и это тоже нормально, неосуждаемо. Но, как говорится, пройдет некоторое время, и человек начинает в конечном счете, а чем я занимаюсь вообще? Что я делаю? Я зарабатываю деньги, а денег нет. Я их зарабатываю, а их нет. Капитала нет. Я постоянно этому говорю, дорогие друзья, мы с вами создаем капитал. Мы капитализируем. Это самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что создал вместе Циффинсон, Форд и Боинг, это ролик Анатолия Довальевича Юницкого. Прослушайте его еще раз и еще раз. Просто осознайте, что это такое. Последние новости, я думаю, что вы все их читали сейчас, и Слава Коэлье, и ребята, и Игорь Помогалов сбрасывали в чатах, что происходит сейчас в данный момент. Где находится Анатолий Дуаджи, где находится Виктор Игоревич Бабурин, чем они занимаются. Их практически уже полмесяца вообще нет в России, ни в России, ни в Беларуси, нигде нет. То есть они занимаются вот той работой, которая даст сумасшедшую капитализацию по Австралии. Многие задали вопрос, что там в Австралии, почему тишина в Австралии. Ребята, считайте, более 100 предложений по начале сотрудничества в реализации адресных проектов в Австралии. Ротхук проделывает сумасшедшую работу, при этом не... Да, спасибо, Артур, молодец, да, скидывал, по-моему, ты эту информацию. Ребята, потом ее откройте, обязательно, или сейчас откройте, сохраните, и потом ее послушайте, почитайте. Да, более 100 подготовленных адресных проектов. Как я говорю, я постоянно нахожусь в Крыму, и с Андреем Коробко мы занимаемся этими вопросами. Хотя там и Андрей Федорович Харатов тоже занимаемся этими вопросами. Но подготовка проведена огромная. А в чем дело, в чем тишина? Тишина в том, что, как я не помню, кто в чатах шутку написал, по-моему, Вячеслав сказал, ребята, давайте молиться, давайте просить Господа Бога, чтобы он скорее дал Белоруссии мороз и как можно больше снега. Для того, чтобы нам закончить сертификацию полностью и получить сертификаты соответствия по нашим городским трассам и по нашим юнибайкам. Это момент очень важный. Почему? Потому что дальше отговоры, в хорошем смысле отговоров у чиновников не будет. Они смогут взять свой флаг и сказать, особенно передовые. Ну, наверное, Владимир Владимирович Путин не просто так поменял огромное число губернаторов в областях. И куда бы он их ни направлял на другие должности, но губернаторы, в качестве примера, живого примера, а точнее не живого примера, но это Лебедь Александр Александрович Иванович. Он никого не слушал. Он принял решение и профинансировал первые действительно крупные деньги, внес технологию. Следом за ним пошел Дмитрий Терехин. Полтора миллиона долларов. Это было еще в 2001 году. В 2001 году. А сейчас они все боятся. Чего боятся? А боятся принять на себя какую-то ответственность. Вот губернатор Морозов молодец. Он принимает на себя ответственность, действует губернатор Ульяровской области, который еще в 2009 году делал доклад на заседании Госсовета президенту. Там был Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот такие люди, это уникальные люди. А теперь мы вот действительно с флагом можем идти в любую администрацию. Не сейчас. Как только будет окончательно у нас получены сертификаты соответствия. Отговорок уже нет. Почему вы приняли решение строить скоростной трамвай из Копейска в Челябинь за 100 миллионов рублей? Я говорю про свой регион. Почему за 100 миллионов рублей вы собираетесь вбухать деньги и построить скоростной трамвай на земле? Мы предлагаем вам в 10 раз дешевле, в 1000 раз безопасней, в 500 раз эффективней и так далее, и так далее. Вот нашу технологию. И при этом больше того, мы еще согласны ее профинансировать по одной простой причине, что пассажиропоток очень хороший, а затраты вообще минимальные. Вопрос, почему? Ответьте, почему? И не будем расшифровывать. И такие вопросы вы можете задать в каждой своем регионе. Но, дорогие друзья, это надо понимать, не кидаться тут же немедленно в чат адресных проектов и говорить, что я хочу построить срочно скоростную трассу в деревне Пупкино, где проживают 23, где 23 семьи, и им надо связать их с городом, условно говоря, с Екатеринбургом. Почему? Потому что до Екатеринбурга 100 километров ехать и никаких дорог нет. Окей? Понимание. Коммерческая составляющая. Особенно первые годы, я не говорю много, но первые годы коммерческая составляющая будет играть решающую роль. То есть те проекты, которые дадут очень быстрый эффект, те проекты, которые быстро капитализируются, те проекты, которые будут интересны всем предпринимателям, всем абсолютно. Игорь Помогалов, я тебя только что вспоминал хорошим, добрым словом. Да, приветствую тебя. Запоздал маленько, наверное. Так вот, дорогие друзья, сегодня наша презентация Алексея Суходоева в городе Челябинске прошла вообще потрясающе. Была такая встреча у нас с ребятами из Челябинска, из пригородов, где он раскрыл много секретов, о которых вы узнаете в среду. В среду, в среду я делаю промоушен Сергея Анатольевича Сибирякова и Алексея Суходоева в среду обязательно, особенно на дневной лабинаре постарайтесь быть, либо же прослушать записи. Будет очень невероятно интересная, потрясающая дополнительная информация, о которой я, опять же, могу сказать только одно. Вот просто я вам еще раз повторяю, дорогие друзья, что бы там ни было, всем этим, вот все, что будет, что бы ни создавали, вот мы отдельно, Сибиряков, Сергей Анатольевич с командой, с Алексеем Суходоев, Ховратов, Андрей Федорович. В любом случае, окончательно наш гарант является Анатолий Эдуардович Юницкий. Это наш гарант, Анатолий Эдуардович Юницкий. И если говорят, что что-то будет неизменно, оно так есть. Если дисконт 1.600 для тех, кто сделал то, что надо в свое время, сохраняется, то он сохраняется. Просто вчера сутки не работало, нельзя было взять рассрочку, ребята заволновались. Я сказал, это будет, просто программисты там не успели сделать программу, соответствующую в новом кабинете. Я говорю сейчас про Capital. И он есть, этот дисконт 1.600, и он будет до самого конца. Представляете, вот дисконт будет уменьшаться, уменьшаться, а приходят все больше и больше инвесторы. Но в любом случае у вас дисконт 1.600. 1.600, вы представляете? Сейчас, если за 1000 долларов можно было взять 600 тысяч акций, у меня вот, Раечка, Раечка, ты здесь? Нет, Ложникова, Раиса? Раечка, если ты здесь, пожалуйста, отметь, что я здесь. Или нет, ты не успела. То есть вчера она так расстраивалась, что это пенсионер. Пенсионер, но по 100 долларов в месяц она сейчас открыла новую рассрочку дисконтом 1.600. То есть за 1000 долларов она получает 600 тысяч акций. Что? Новичкам это как бы ой, как ой, 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 ой. Дорогие друзья, это сегодня в Фейсбуке я видел интересный такой, знаете, пример, такую заманушку. Когда я вам говорил, вот я вам говорил 3 года тому назад. Даже почти 4 года тому назад. Одну секунду, дорогие друзья. Одну секундочку. Просто у меня... Сейчас, одну секунду. Ой, ой, ой. Я такой ненормальный спикер. Поэтому я не могу просто так пропустить. Так, что такое, что случилось? Алло. Алло. Я прошу прощения, ребята, одну секунду. Алло. Алло. Да, вы звонили мне? Любушка, все, все, я провожу вебинар. Все, спасибо, Любушка, все сделаю сейчас. Все сделаю. Давай. Я прошу прощения. Просто Любушка у меня очень милая женщина. Она ничего не понимает в интернете, но она сегодня наличкой отдала 6 тысяч, попросила электронкой провести. А у меня целая книга, вот она, целая тетрадь, огромная тетрадь. Здесь в Гузель мы ведем это всех своих пенсионеров. Вот. И дисконт тоже у ней 600. Просила еще дальше продолжить рассрочку. Это как бы немножко я отвлекаюсь. Говорим об этом. Так вот, дорогие друзья, в чем суть дела? А суть дела заключается в том, что токены, мокены, извините меня, криптовалюта, что-то еще, все то, что у нас будет это в любом случае. Почему? Потому что без этого, как Сибиряков Сергей Анатольевич говорит и Леша Алисей Суходовев говорит, что действительно, если мы вот вовремя, а это началось 8 месяцев тому назад. Заметьте, вы об этом никто не знали, что это уже велось. Переговоры были и с Тарасовым. Виктор Тарасов изначально не принимал эту тему. Потом в конечном счете принял решение. Помните, да, как это? Знаю, не знаю, думаю, что знаю. Вник и оседлал это. Просто оседлал. И сейчас они совместно с банком ВТБ, представителем банка ВТБ, вводят, ну, наверное, первый в России, выводят на ICO, сейчас пока на ICO, первый проект. И об этом вы тоже узнаете. Это не касается Косвы, Скайвей, но это касается нас по одной простой причине, что человек, суперпрофессионал, очень консервативный человек, который очень дорожит своей репутацией. И он как, кто слышал этот ролик его с 42 минуты, где он говорит о том, что вот когда я буду хотя бы на 80% уверен, я вам чуть скажу, а когда буду на 90% уверен, я вам скажу полностью. Так вот ждите, следите за информацией. Виктор Тарасов совместно с Магасумой и Гузель проведут вебинары, два или три вебинара будет по не просто финансовой грамотности, а по криптовалютам, по блокчейн-технологиям. По токенам. И плюс к этому, скорее всего, уже будет принято решение о том, как это будет структурироваться в группе компаний Скайвей. Вот за этой информацией, ребята, стоит следить. Очень стоит. Но хотим мы или нет. Основа всего. Когда вам будет предложено приобрести один токен за тысячу акций. Я до этого говорю, что за тысячу акций. За тысячу акций Скайвей у вас есть шанс будет приобрести один токен, который может стоить через месяц, условно говоря, 10 тысяч долларов. Я что-то так знаю, такие цифры называю сумасшедшие, чтобы, ну, наверное, как-то вас встряхнуть, чтобы как бы не то, что не жадность обуялась, а чтобы вы понимали, хотя бы понимали, что может произойти. Чудеса случаются. Тем более то, что делает Анатолий Дуачиницкий, это не чудо, это реальность. Это наша реальность. Если вы за тысячу акций сможете приобрести один токен, то вопрос будет только в одном. А сколько у вас акций в наличии? Поэтому, дорогие друзья, не загоняясь, просто-напросто сосредоточьтесь на том, чтобы максимально, даже не просто купить, а заработать эти акции. Участвуйте в партнерской программе, зарабатывайте бонусы и на эти бонусы приобретайте акции. Вот это будет самое-самое, наверное, правильное решение. Дорогие друзья, я сегодня не буду долго разговаривать. Почему? Потому что я сегодня уже наговорился. У меня был вебинар большой в Челябинске. Плюс к этому сейчас. Плюс к этому до этого. Сегодня я только внутренними деньгами обналичил более 8 тысяч долларов. То есть переговоров, мама родная, сколько. Я вас всех благодарю за то, что вы сегодня пришли. Более подробный, расширенный вебинар мы с вами проведем в пятницу. И та тема, которую я вам обозначил, мы ее разберем очень досконально. Плюс к этому в среду, в эту среду, пожалуйста, приходите. Не сможете прийти, слушайте в записи. Новости сегодня будут, Виктор, вы, наверное, запоздали. Новости. Новостей просто вот выше крыши. В чате, заходите в чаты. Начиная с того, что по Австралии у нас обозначено, я говорю, обозначено более 100 адресных проектов в Австралии. То, что у нас в Индии более от 300 до 400. Теперь Австралия, а род Хук, он типа Виктора Тарасова, типа Виктора Игоревича Бабурина, он консерватор. Про Австралию так тишина, тишина, тишина. И вдруг Юницкий Анатолий Дуанович и Виктор Игоревич Бабурин с командой вдруг на уже больше недели находятся в Австралии. Что происходит? Чуть терпения, как сказал Виктор Игоревич Бабурин, чуть-чуть терпения. Прилетим, все обозначим. Но коммерческие секреты, ребята, раскрывать нельзя. Просто понимание. Сейчас, в данный момент, сегодня они, по-моему, уже в Индонезии. По-моему, да. Сегодня, Леша, я спросил, по-моему, в Индонезии. Но вот даже последняя информация. Перед этим они были в Арабских Эмиратах, знаете, да? После Арабских Эмиратов шейхи пригласили на предмет реализации самого крупного в мире порта, или порта, как порт, морской порт, самый крупный в мире. Когда 11 этап примерно, Макс, Макс, я не могу это сказать. Почему? Потому что возможно, что переход на 11 этап пройдет, как только Алексей Суходоев. Вот знаете, для меня это, Леша вылетает из Щелябинска в Минск. Обычно он вылетает тогда, когда крупные инвесторы начинают вводить крупные суммы. То есть встреча, презентация, как бы дополнительное и все остальное, общение. Вот не торопитесь лучше, чтобы... Вот у меня, мое личное желание, как можно дольше, чтобы еще мы могли покупать акции. Как можно дольше, чтобы приобрести их как можно больше. И при этом, как говорится, не напрягаясь, а спокойно выполняя работу. Еще и зарабатывая достойные деньги, о чем мы будем говорить с вами в пятницу. Я вам дам полный раскат. И больше того, возможно, в пятницу уже будет более подробная информация по тем инструментам, которые для нас подготовила группа компаний, не группа компаний, а капитал. То есть фонд капитал. Где вот, ну, в основном мы сейчас в капитал работаем. То есть я работаю в капитал. Вы можете работать в головной компании и в фонде Skyway Invest Group Андрея Федоровича Хавратова, не имеет значения, но... Розочка, розочка, да везде. Я просто сегодня, я не успел сделать рассылки. Почему? Потому что я с реального вебинара, онлайн-вебинара в Челябинске, областной сбор у нас был с Лешей Суходовил. Я сразу бегом прибежал сюда и вот с вами сейчас общаюсь. А так я рассылку успеваю делать. Вот. К сожалению, у меня такого рассылочка помощника нет. Почему? Потому что Гузель с Виталием Серовым целиком занимаются подготовкой команды. Вы, наверное, слышали, да, что делает Виктор Тарасов. И то, что он говорил, что мы за несколько лет создадим команду партнеров, людей, которые будут управлять огромными средствами и им будут завидовать, в хорошем смысле слова, очень многие люди. Ну, это тоже, наверное, здорово. Почему? Потому что эти люди будут управлять нашими средствами. И не лично вот вашими, а нашими общими средствами для того, чтобы уже на эти средства закрывать самые выгодные адресные проекты. И это их работа. И я просто поражаюсь, что молодая, красивая девочка, она просто вот целиком в этой работе делает подготовку, общается с людьми. Она как риск-менеджер еще работает. Плюс сама еще торгует на бирже. Почему? Потому что она должна торговать на бирже, так как нельзя человека научить тому, чего ты сам не умеешь делать. Сегодня рассказал про проект, сказали, что я дурак. А вы знаете, дорогие друзья, только сумасшедшие люди и сумасшедшие идеи меняют мир. Только сумасшедшие люди и сумасшедшие идеи меняют мир. Поэтому сначала нас называют дураками. Потом нас спрашивают, ты что, все еще занимаешься этими рельсами, струнами, этими технологиями? Ну да, говорит, занимаюсь. И последний этап, когда они говорят, слушай, а что же там такое? Расскажи мне, пожалуйста. И вот в этот момент, знаете, наступает такой момент истины. А момент истины заключается в чем? Я вам сегодня недорассказал то, что я прочитал в Фейсбуке. Кто-то из вас видненько прочитал, и может быть даже сбросит ссылку. Слушай, ты три года назад, вот три года тому назад, человек, мой друг, писал, ну что ты там, блин, со своими там этими биткоинами? Ну там стоят они там 200 долларов, ну какой дурак будет покупать там биткоин за 200 долларов? Кому он нужен нафиг? Через полгода он мне опять пишет. Ну что ты мне там написал, там биткоин стоит 500 долларов, уже продают его по 500 долларов. Ну кому он вообще нужен? И вообще это фуфло, вообще это пирамида. Еще через полгода биткоин стоит 1000 долларов. Он продолжает писать. Но ты же понимаешь, что это финансовая пирамида? Ты понимаешь, что это ничто? Ты понимаешь, что это вообще, это ни о чем. Ты понимаешь, что это ничем не обеспечено? Проходит еще полгода. Биткоин стоит уже 2000 долларов. А он продолжает мне писать. Ну это же финансовая игрушка. Ты понимаешь, что это мыльный пузырь, который надувает, надувает спекулянты, и потом он лопнет. Проходит еще полгода. Биткоин стоит 5000 долларов. Но ты понимаешь же, что его покупать уже поздно, что дальше он расти вообще не будет, и все это закончится завтра. Я остановлюсь на минуту. Для того, чтобы вы как бы, ну, мою мысль, что ли, осознали, я думаю, что все уже осознали, что происходит с нашими акциями. Я вот уже боюсь говорить, но это со следующего вебинара, я не буду озвучивать о том, что у многих из нас, но вот просто, ребята, поставьте, напишите, поставьте плюсики, у кого дисконт 1,600. Сегодня дисконт 1,600, поставьте плюсики. У кого дисконт 1,600, поставьте плюсики. Нас сегодня немного, 74 человека. У кого дисконт 1,600? Ребята, обратите внимание, это будущие миллионеры, мультимиллионеры, возможно, даже миллиардеры через несколько, через 10 лет, через 5 лет. Нас много. Ребята, нас много, я поражаюсь, нас много. Вы понимаете, к чему это я? К тому, что через полгода к нам придет огромное количество людей, когда дисконты будут 1,50 максимальные. То есть увеличение капитала при выходе на IPO в 50, не в 600 раз, не в полторы тысячи раз, как у меня в самом начале. Или как у Леши Суходоева 2,5 тысяч раз. Или как у первых нескольких 5 человек было 5 тысяч дисконт. Понимаете, да? Вот осознать вот это все и будет супер выгодно. Почему? Потому что капитализация будет расти, как только первый, любой маленький участок, любой пилотный проект. Я бы очень хотел, чтобы это было в Крыму. Вот даже не в Челябинске, а в Крыму. Потому что я полтора года уже провожу в Крыму. И это же там, это будет просто сказка. Люди просто будут летать туда для того, чтобы или как вот в парк Тайган сходить. В Тайган сходить, в парк Львов, он единственный в мире парк. Мне хочется ему презентацию дать, промоушн дать, чтобы Олег Зубков, он и так бесплатно нас пускает туда, в нашу команду. Но действительно так есть. Это не просто шоу. Это новая жизнь. Сегодня Алексей Суходоев у нас в Челябинске, вот настолько он показал видение вот этой технологии, новой технологии, вот это, как он говорит, вот ты, Господи, интернет, не интернет, а роботы, когда роботы все делают. Ну не все делают роботы, но мы к этому приходим в любом случае. И те, кто сегодня еще не верят, уже де-факто, не верят фактам, что она уже ездит, что она уже носится со скоростью 120 км в час, что уже сертификация заканчивается, что гигантский экотехнопарк уже построен, что предзаказы, то есть проще говорить, люди с деньгами сидят уже суммами в триллионы долларов, я уже не говорю в миллиард, а в триллионы долларов сидят с этими деньгами. И как только они увидят, что вот это работает, это дешевле в строительстве в 10, 15, 100 раз, что это экономичнее, что это безопаснее, что это комфортнее. Ребята, кому что-то нам доказывают? И нам без разницы, какими деньгами, какими криптовалютами будут нам люди платить за то, что они будут кушать у нас, как я в шутку говорил в свое время, я просил Анатолия Владимировича Ницкого, и ребят первые, кто начинали, пусть будет все, но только на всех пересадочных станциях чебуречные будут мои, с гузелькой. Они говорят, хорошо, пусть будут твои. Смех смехом, но люди будут платить деньги за то, чтобы покушать, за то, чтобы проехать, за то, чтобы перевезти грузы, за то, чтобы участвовать в адресном проекте, за то, чтобы за все будут платить чем-то. А чем? Какая нам разница? Чем угодно. Мы за это будем получать вознаграждение. И не просто первопроходцы. Правильно, Мариночка, говоришь. А мы все, что делаем мы, делаем в первый раз. Это как и не сетевой маркетинг, а многоуровневый краудинвестинг. Это то же самое, что такие суммы, такой глобальный проект, еще никто не вводил на рынок. Никто. Мы первые. Мы первые во всем. И то, что Анатолий Довальевич и сегодня Суходоев, Леша рассказывал, надеюсь, следом вам расскажет, что такое вот маленькие нити, так называемые наши охранные системы. Что они, что вообще, Анатолий Довальевич, ради чего это создавал? Вы думаете, только для того, чтобы охранять границы или же суперобъекты, суперважные. Я вам не буду рассказывать сейчас, потому что это очень надолго, но я думаю, в среду Леша об этом расскажет. Это действительно, это гений. Цифровые технологии, цифровые технологии. Антон Довальевич Винский, наверное, многие читали, не поленились. Он еще озвучил практически, ой, даже не 10, а больше, сколько лет тому назад. Он уже это предвидел. И мы к этому приходим. Вакуумное стекло, умные города. Вот, 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 нам не раскрывается все по одной простой причине, как говорят, либо чтобы у нас крыша не поехала, либо же, чтобы мы, ну, не сказали, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я очень редко говорю, вот этот пример, когда мы очень редко, довольно-таки редко бываем с Антон Довальевичем Винницким, где-то вот, именно так, чтобы нас было несколько человек, как вот, были последний раз в Крыму, там, Северяков Сергей Анатольевич, Леша Сахалов, Алексей Сукадоев, Дмитрий Терехин и я, ну, Антон Довальевич Енинский, естественно, вот, и он, вот, действительно, он как говорит, ну, Дмитрий Михайлович, ты понимаешь, что это птицы, помните, да, я рассказывал, как птицы летают, вот, как так, вот, мы говорим об авариях, о чем-то еще, о каких-то проблемах, стрижи, летают с сумасшедшей скоростью, разворачиваются под углом 90 градусов мгновенно, и, такими стаями летают, что там, там бывают миллионы птиц стая, что небо черное, говорит, вы видели хоть одну аварию птиц? Видели, что птицы стукнулись головами и упали, все, авария, все, приезжает ГАИ, птичьи ГАИ, ГАИ, начинает выписывать штрафы, фиксирует смерть, и в суд. Но это же есть, вот это есть, и то, что наша СТЮ, ну, блин, вот, мы можем ни во что не верить, а можно верить в то, что есть, вот есть человеческий гений, который что-то делает, помните, да, моя фразу, о которой я говорил, это не моя фраза, только сумасшедшие идеи и сумасшедшие люди меняют мир, мы его меняем, мы, мы вместе с Анатолием Довальевичем Ницким, со всей командой меняем этот мир, и еще раз хочется для вас мотивацию дать, просто задумайте, что хочется отдохнуть, хочется сегодня ничего, хочется сегодня ни с кем не общаться, как вот, кто у нас писал здесь, молодой человек писал, по-моему, по поводу того, что его послали подальше, когда он предложил что-то, сказали, что он дурак, вот, вот как неприятное, ну, очень неприятно, говорят, что ты дурак, а ты берешь тупо и снова звонишь новому человеку, и вдруг пятый, и вдруг пятый, десятый человек говорит, слушай, это же классная тема, как я мечтал быть, быть причастным к чему-то невероятному, и при этом без волшебных фраз, безо всего, просто мне это нравится, и это так происходит. Дорогие друзья, на сегодня я с вами попрощаюсь, я благодарю вас, что вы пришли в этот вторничный вечер, мы с вами пообщались, немножко поговорили, в среду, напоминаю, в среду, дорогие друзья, Алексей Суходоев и Сибирьков, Сергей Анатольевич, дадут уникальнейшую информацию, всем быть, ну и в пятницу мы с вами снова встречаемся, на нашем вебинаре, где будем больше говорить о деньгах, о возможностях. До встречи на следующем вебинаре, с вами был Григорий Мершинченко, город Челябинск, группа компаний Skyway. Всего вам доброго, прежде всего, ну, конечно, здоровья, хорошего весеннего настроения, таньяк. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...